Здесь мы попали в какую-то патовую ситуацию в 90-е годы, когда шла эта бандитская приватизация. Оказалось, что самыми доходными на местах были это водочные заводы. И губернаторы их приватизировали себе, понимаете, и начали получать с этого дела большие доходы. И он теперь, с одной стороны, вроде бы должен за трезвость, а с другой стороны, его же карман тут же сразу, понимаете, начинает. И вот начинается такая внутренняя борьба, так сказать, между карманом и совестью. К сожалению, карман здесь перетягивает. И вот то, что сейчас по всей стране понаставили эти гиганты пивоваренные комбинаты, водочные комбинаты, это, конечно, страшная вещь. Вы знаете, в подтверждении ваших слов, я вот буквально перед Новым годом, если быть точнее, 22 декабря 2013 года, «Омская газета» опубликовала такую статью о том, что строительная компания «Стройсервис» Якова Вагнера, одна из крупнейших дорожно-строительных компаний региона в Омской области, неожиданно дифферсифицировала свой бизнес, а именно решила и вложила денежные средства в строительство пивоваренного завода в Азовском районе, пивоварню Вазова, если быть точнее. И внутри вот этого Азовского национального района, главой которого является Виктор Сабилфильд, как оказалось, что именно глава района стал инициатором этого проекта, поскольку муниципалитет был должен этой компании «Стройсервису» 2,5 миллиона рублей и рассчитался ни с чем иным, как просто земельным участком, площадью на целых 0,7 гектара, на котором данная компания решила построить пивоваренный завод. Причем в суточная доза, которую будет производить именно пиво, там что-то порядка тонны, которую решено реализовывать непосредственно на местах. Вот это иллюстрация к тому, что вы сейчас говорите. Да, нет всякого сомнения. А вы видите, ведь эти компании, которые ведут западную экспансию на наш рынок, они действуют довольно хитро. Эта система откатов, так называемая, она здесь узаконена. То есть там какой-то процент от строительного объема сразу автоматически идет к губернатору. Он просто идет ему в личный карман. То есть это было, понимаете, это на совершенно законном основании. То есть часть акций он вроде имел как акционер, который курировал и поддерживал развитие данного бизнеса. Неважно даже, и не обязательно алкогольного, но алкогольного тем более. Вот у нас в Новосибирске построили два гигантских пивоваренных комбината. И идиот-губернатор бывший выступает по телевизору и говорит, вы посмотрите, какое великолепное вложение инвестиций в нашу область. Вот эти пивокомбинаты, идиот. Это ведь инвестиции в уничтожение населения нашей области, понимаете? Это всем уже понятно и всем ясно.